С тех пор, как древние шумеры придумали колесо, человечество только и делает, что разгоняется. И долгое время для разгона требовалось не четыре, а всего два колеса. Владелец музея раритетных мотоциклов Вячеслав Шиянов считает, что период 30-х и 40-х годов был золотой эрой мотостроения. Мотоцикл в 30-х годах это был прежде всего символ непозиционной войны. Символ войны моторов. Да, в 1942 году американцы изобрели свой великолепный джиг Виллис, и он вытеснил мотоциклы. Но до 1942 года мотоцикл доминировал на поле боя. В музее Вячеслава Шиянова собраны уникальные мотоциклы. Некоторые существуют в единственном экземпляре, как, например, вот этот французский Рене-Жилет 350, созданный в 1932 году. Настоящее достояние Французской Республики. Но живет в России. Особенность выставки Вячеслава Шиянова в том, что она охватывает золотой век мотоциклов. И у каждого из них есть своя особенная история. К примеру, вот этот BMW. Первый мотоцикл BMW в своем роде. И был создан за месяц с чистого листа буквально в сарае. А вот этот Mars – самый почитаемый мотоцикл в Германии. Буквально икона. Гламурная машина с уникальной конструкторской идеей. Большинство экспонатов музея Вячеслава Шиянова в рабочем состоянии. Хоть и были собраны буквально из пепла. Как, например, гигантский японский мотоцикл «Кураган». Он самый большой в мире и его высота полтора метра. Или немецкий BMW Windhoff 750, у которого нет рамы, как у других мотоциклов. Шедевры коллекции можно долго перечислять. Но главное, что на этой технике можно прокатиться в любой момент. Ни в одном музее техники мира нет такой возможности. Мы поставили себе задачу сделать действительно самую полную и уникальную коллекцию технического антиквариата в смысле мотоциклов в мире. И нам удалось это сделать. Экспозиция музея постоянно обновляется. И у Вячеслава Шиянова уже есть идея о том, как ее расширить. Но пока, говорит, это секрет. Андрей Трой, Максим Гусев. События.